Привет всем, дорогие друзья! Итак, у меня новый бизнес-план, новая идея. Вот я купил все эти товары, мы сейчас их откроем, и я вам всё расскажу, в чём заключается смысл. Мне нужно сделать такой проект, чтобы он мне приносил деньги в долларах, желательно. И вообще не важно, где бы я жил, в любой точке мира, чтобы я мог это делать. В Украине, в Дании, не важно. И я теперь тумбочник. В чём заключается идея? Смотрите, друзья, сейчас, в последнее время, очень популярны ролики на Фейсбуке. Они такие коротенькие, в принципе, 5 минут занимают, где люди делают что-то своими руками. Я уже делал кое-какие вещи своими рывками. Я планирую делать ролики, которые не будут зависеть от языка, или нужно делать такой контент, чтобы его смотрели в любой точке мира. Желательно, это Америка, Австралия и, ну, скандинавские страны, так себе. Потому что там монетизация за просмотры намного выше. В общем, реставрация мебели. Я посмотрел кучу роликов. В основном, процентов 70 из этих всех роликов на Ютубе, они очень халатно к этому подходят и так делают просто. Абы покрыть новым словом краски и всё. Я планирую делать всё очень красиво. Здесь проблем с старой мебелью в Дании нет. Ну, так же и в Украине её полно. Для начала я вам хочу показать всё, что я купил, сколько всё это мне вышло. И сколько я вложу на рекламу так же. Я вам всё это буду рассказывать. И вы сможете проследить, выгодно это или нет. Потому что если у меня получится заработать, так же и у вас получится. Так что приступаем к распаковке товара. И будем смотреть, что я заказал. Итак, самая маленькая посылка. Это смылка. Сейчас её откроем. Вот так вот даки упаковали. Она стоила, здесь нету цены. В общем, где-то 160 крон с доставкой. Вот так вот она выглядит. Для чего она нужна вообще? Ну, например, если вы начинаете счищать старый лак или старую краску, если там использовалось какое-то масло, ваша наждачная бумага сразу забьётся. То есть нужно или много наждачной бумаги использовать, или, я не знаю, или соскребать это всё. Ну, в общем, так намного проще. Если я увижу, что моя бумага забивается на машинке, я буду наносить смывку. Вроде бы нужно 5 минут подождать, и можно счищать эту всю лак, краску. Она съедает абсолютно всё. Она, ну, я не знаю, как в Дании, но, в принципе, я в Ютубе смотрел эту фирму. Она хорошо работает. Дальше я вам покажу то, что у меня уже было, и что я купил. Всё вам расскажу. Итак, это у нас просто спирт, чтобы протирать мебель, перед тем, как красить её, обезжиривать. Вот такие вот тряпки обычные, кухонные. Также вот такие вот салфетки влажные. Я буду их использовать, когда зачистил мебель, чтобы убрать эту всю пыль. Грунтовка. Я покупал, когда ремонтировал дверцу на пассате. В общем, буду я вскрывать грунтовкой ручки от комода. Когда они будут... Ну, если они железные, то есть я их буду зачищать, вскрывать грунтовкой, и затем уже красить. Увидите, какой краской. Также вот старый клей у меня был по дереву. Может, надо будет что-то склеить. Также один лист вот такой вот бумаги. Это у меня всё было. Четырёхсотка. Допустим, уже финишную шлифовку сделаю ручек. Также с Алиэкспресса я когда-то покупал вот такие вот краски. Это пигментные краски. Я, в общем, буду их добавлять, потому что у меня основной цвет белый. Если мне нужно будет интересный цвет сделать, я попробую добавить. Это для самого меня интересно. И остатки вот малярного скотча. Второй бокс. Здесь у меня фильтр для машинки шлифовочной. Вот такую купил машинку. Смотрел много видеообзоров. Это новая версия машинки. Сейчас коробку покажу. Вот такая вот. ВАУ 5031. Смотрел обзор у мужика. Он работает постоянно ей. У него 30-я модель. Немного старше модель. И она произведена в Америке. В общем, у него она работает 10 лет. То есть для меня хватит точно. Здесь удобно есть. Можно пылесос подключить. Здесь немного маленький выход. Но можно надеть старый шланг от стиральной машинки. И уже присоединить к пылесосу. Также вот пылесборник здесь вот такой вот. И там внутри есть мешки. Их можно менять. Но мешков у меня нет. Также вот такой вот круг с машинкой шел в комплекте. Это 120-ка. Переноски у меня были. Вот очки с работы взял. Защитные. Также еще одни очки. Вот такие вот щетки взял дешевые. Это для нанесения смывки. Чтобы лак счищать. И вот такие два шпателя. Тоже дешевые. По 20 крон вроде бы штука. Вот такая вот штука. Это как бы... Если я буду красить. Я планирую основные работы делать не дома. То есть там где будет пыль и все такое. А уже финишную покраску я буду делать здесь. В этой комнате. У меня краски не воняют. То есть одна будет проблема. Чтобы здесь все не замазать. Потому что здесь на полу ковролим. Вот такое вот покрытие. Оно с одной стороны клеенка. А с другой переработка. Видите ткань. Чтобы впитывала всю эту краску что падает. Очень удобная штука. Также купил вот такие вот ножики. Маленькие пластиковые. И стаканчики. Чтобы смешивать краску. Хотел деревянные сначала палочки. Но не нашел. Буду смешивать такие. Так. А теперь будем смотреть самую большую посылку. Это все практически сегодня пришло. Я очень ждал. Потому что дома сидел. И хотелось бы уже что-то начать делать. Так. Что у нас здесь. Три пары перчаток. Они более жесткие. Химические. Получается для смывки. Чтобы эта смывка. Она же разъедает естественно. И руки может разъесть. Буду все постараться делать по правильному. Не зря проходил курсы по эпоксидке. Вот такие вот щетки. Они намного лучше чем те. Они более качественные. И когда вы делаете покраску мебели. Нужно использовать синтетическое волокно. Потому что если натуральное будет волокно. Будут разводы. Дальше. На валики. Вот такие вот. Я не знаю как они называются. В общем. Я взял. Среднее. И мелкое волокно. Чтобы. Грунтовку я буду делать вот такими вот. А уже. Финишную покраску. Буду делать. Самым мелким. Ворсом. Он короткий. Я не знаю. Если честно. Я в этом деле вообще не разбираюсь. Но. Научусь. По ходу дела. Главное что я не боюсь делать. И пробовать что-то новое. Черные перчатки взял. Чтобы когда шлифовать все это. Чтобы эта вся пыль на руки не летела. Также вот такой вот. 10 сантиметров. Вот. Валик. Заказал также вот такие вот губки. Для зачистки. В сложных местах. Там где машинка. Я не смогу пройтись. В углах. Или разных там местах. Таких. Разные градации. Взял. 60. Пачку взял. Сотку. Тоже упаковку. И две упаковки. 180. Дальше я взял вот такую вот шпаклевку. Вот эта первая шпаклевка. Это заполнитель. Его можно носить. Максимум слой 2 сантиметра. То есть. Например. В старых комодах. Как я буду делать. Там есть отверстие для замков. Я думаю. Это уже не нужно. И не актуально. То есть. Я их просто выкручу. И заделаю. Вот сначала. Заполню все дырки. Вот этой шпаклевкой. Затем зачищу. И вот финишной заполню. Здесь можно наносить ее 1 миллиметр толщиной. Дальше у нас идут вот такие вот круги. На мою машинку. Здесь целая упаковка. Здесь комплект получается. Вот сороковки 10 штук. Сто двадцатки 10 штук. И двести сороковой 10 штук. Также отдельно заказал. Сто восьмидесятки 5 штук. Лотки для краски 3 штуки. Для ручек вот такие вот цвета выбрал. Один золотой. А второй. Как он называется? Кобальт. В общем цвет меди. Когда я буду наносить смывку. Буду сошкребать вот таким вот шкребком. Видите? Ну или можно шпателем. В общем и запасные взял лезвия. Набор малярного скотча. Разной толщины. Акриловые краски. Я взял комплект. Я это все буду пробовать. Повторюсь. Я раньше этого не делал. Я видел ролики. Люди смешивают. Вот акриловые краски. И делают интересные цвета. Потому что в Дании все очень проблематично. Найти уже готовую краску. То есть буду я сам все пробовать. Как говорили лучше не использовать эти порошковые или какие они там. Что дают цвет краски. Потому что она потом может отлучиваться. А вот акриловые краски они более хорошо держат. Дальше у нас грунтовка. Она по дереву и по металлу. Также купил праймер. Если честно я не понял какая разница между праймером и грунтовкой. Буду все пробовать. Если кто-то из вас знает какая разница. И где когда можно использовать праймер или грунтовку. Напишите мне пожалуйста. И последняя банка это краска. Вот такую вот. Взял она полуматовая. Полностью матовую не буду я использовать. Потому что поверхность это все мебель. Она должна и мыться хорошо и протираться. То есть вот такую вот взял. Брал что краски, что грунтовки. Самое дешевое. Потому что здесь цены очень высокие на все это. Конечно же в Украине с этим и в России я уверен намного проще. И выбор побольше. Здесь выбор скудный конечно. Но ничего. Вот такая вот краска. Вот так вот выглядят все мои покупки. Я на все это потратил 382 евро. Это все приблизительно. Но самое главное в всем этом друзья. То что это мне нравится. Я хочу делать в своей жизни. Я надеюсь когда перееду в Украину. Буду делать только то что мне нравится. Никогда больше я не хочу работать. Ни на фермах. Ни на заводах. Пускай даже там хорошие зарплаты. И уровни жизни как мне писали европейские. Это все чепуха друзья. Нужно делать только то что вам нравится. То что хочет ваша душа. А не то что от вас ожидают. Или то что нужно. Я надеюсь этот проект принесет мне море хороших эмоций. И так же день. Чтобы я мог спокойно в себе жить. И заниматься тем чем хочу. И тем что люблю друзья. Так что следите друзья за этим новым проектом. Я думаю вам так же как и мне будет интересно. Что то получится с этого или нет. Научиться чему то новому. Никогда не поздно. Я думаю что у меня все получится. Буду скидывать сколько на рекламу потратил. Сколько заработал. Все подробно расскажу в следующих роликах. Так что друзья. Подпишитесь пожалуйста. Поставьте лайк. Поддержите меня. Поддержите меня. Мне будет очень приятно. Все друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok